Девушки отдыхают Добрый день, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Релакс. Для тех, кто здесь впервые, я представлюсь. Я Игорь Пономаренко, врач по образованию и одновременно создатель и автор канала Релакс. Этот канал создан ною для отдыха. Канал, где вы можете расслабиться, посмотреть интересно, информационно-развлекательное видео. Сегодня мы отправимся в очередное путешествие по игре Дивизия 2. Сегодня я представлю вашему вниманию лучшую, на мой взгляд, сборку боевика для игры в рандомном пати в игре Дивизия 2. Итак, боевик, на мой взгляд, это агрессивный персонаж, который должен в игре Дивизия 2 не только доминировать в пространстве, но и помогать партнерам покатки. К большому сожалению, людей, которые мыслят стандартно и правильно, абсолютное большинство в игре же Дивизия 2 не все так, как вы думаете. Красное – это не всегда красное, а желтое – это не всегда желтое. Но это игра Дивизия 2. Для самых нетерпеливых я сразу покажу игровой билд. Смотрите торопышки. Маска, броник, кобура, рюкзак, перчатки, коленки, первая пушка, вторая пушка, специализация. Вам все ясно? Спасибо за просмотр. Пока. Удачи. Темная зона вас ждет. Для тех зрителей, которые хотят посмотреть, как это все работает, изучить механики игры и секреты геймплея, я продолжу. Итак, желтенький боевик. Вам интересно? Подписывайтесь на канал и получайте секретные знания работы игровых механик из игры Дивизия 2, которые вам помогут в дальнейшем играть комфортно и получать интеллектуальное удовольствие от решения трудных загадок. Итак, для тех, кто остался, я расскажу нечто интересное. Почему же мы используем в зеленых сетах на домах экзотическую шапочку Койота? Да потому что, друзья, она, именно она позволяет нам получать домах, которые нам так необходим, чтобы наказывать злых мобиков, которые обижают игроков в игре Дивизия 2. Посмотрите на эту шапочку Койота внимательно. Посмотрели? Те, кто из вас увидел, что из нее идет зеленый дым, молодцы. А вот те из вас, кто кроме дыма заглянет в статистику, то поймет, что эта шапочка дает нам 25% урона от крита на расстояние 0,15 метров. Это ППшка. ППшка дает на 25 урона от крита больше. 10 шансов крита и 10 урона от крита на расстояние 15-25 метров. Это штурмовая винтовка. И 25% шанса крита на расстояние более 25 метров. Это штурмовая винтовка или снайпер. Я не говорю о том, что шапочка Койота набрасывает эти показатели на всю группу, в которой вы играете. Можно задать вопрос тебе, уважаемый ДДшник. А в какой шапочке ты играешь? Надеюсь, теперь с шапочкой Койота все понятно. Какая самая важная вещь для ДДшника в игре Дивизия 2? Самая важная вещь в любой зеленой сборке в игре Дивизия 2 на домах – это якорь. Он дает урон в голову и позволяет достичь урона в голову 100%. Для тех, кто не понял, возьмите карандаш и запишите. А кто не умеет писать, нарисуйте крестик. Все игры-шутеры заточены на урон в голову, который имеет коэффициент 2. Если вы стреляете мобику в пузо, получаете цифру урона 100. А вот если вы стреляете в голову, вы получаете цифру урона 200. Неожиданно! Напишите мне в комментариях под видео или нарисуйте, куда вы любите стрелять мобиком – в пузо или в голову. А может вам нравится стрелять в какое-то другое место? Нарисуйте это место, пожалуйста. Как собирать все абсолютно, абсолютно все зеленые сеты на урон в игре 92? Урон в голову – 100. Шанс крита – 50. Урон от крита – 120. Увеличение урона за счет шанса крита и урона от крита вам даст экзотическая шапочка койота. А урон в голову до 100 – вам даст якорь. Остальные вкусняшки вы получите с помощью талантов на оружие. И таланта на броники. Почему? Потому что броники в зеленых сетах не всегда хорошие. Как играть в зеленых сетах на уровне сложности героизм и легендарное? Это трудный вопрос. Не для каждого. Но я вам отвечу. На героизме вы можете прыгать, вы можете бегать, вы можете даже потанцевать. На легендарке действует одно целесное правило – сиди, бро, и не высовывайся, пока не отстреляешь всех мобиков, если ты ДД-сник. Если ты танк, то можешь бегать, прыгать, накидывать броню с аппартийцем, агрить на себя мобиков. В общем, заниматься любой хернёй, всё равно урона от твоей сборки будет мало. Так почему же золотая сборка боевика самая полезная как в соло, так и в групповой катке? Во всём виновата штурмовая винтовка-конденсатор, которую, можно сказать, поломала логику игры шутера Дивизия 2. Эта винтовка даёт максимальный дамаг при наличии шести батареек. При этом она увеличивает ещё урон от навыков. Обалдеть! Поэтому, если вы не хотите бегать со щитом, а на легендарке вас очень быстро нагнут этим щитом, то берёте с собой турель, которая здорово помогает вам справиться со всеми злыми мобиками. Естественно, вторым навыком будет груша-механика, которая даст вам максимальное количество ремонтных зарядов для отхила брони. Очень важный нюанс. В любой сборке зелёной должна быть жёлтая вставочка на навыки ремонта. Желательно до 20%. Наличие подобной вставки чуть-чуть снизит ваш урон, но однозначно повысит шансы отремонтировать свою броню и броню ваших напарников. Однако, давайте проверим все наши рассуждения на практике. Итак, легендарная миссия «Остров Рузвельта». Опять рандомная партия. Мы имеем двух инженеров и одного, я так понимаю, дамагера. Но я второй дамагер. Но, как вы понимаете, я дамагер с отхилом. И я не медик. Я взял, собственно говоря, эту грушу для того, чтобы хивился я сам. Что мы видим? Ну, как всегда, один из дамагеров. Вот он, вор, у которого сколько там? 6 тысяч часов. Извините, 8 тысяч часов. Он, как идиот, побежал вперед, ну, для того, чтобы получить пентюли от мобиков. Ну, иногда бывает с людьми, когда, в общем, человек имеет какой-то опыт, то он, в принципе, теряет бдительность. Хотя, некоторые, в общем-то, должны понимать, что если ты выбегаешь вперед, ну, ты получаешь по полной программе. Как известно, смелые умирают первые. Моя груша лечит всю группу. Я не медик, я дамагер. Вот. Мой урон 6.00. Тем не менее, тем не менее, вы видите, что практически я выполняю роль медицинского работника. Давайте посмотрим, а кто же первый умрет. Давайте делать ставки. Я так думаю, умрет дамагер, потому что то, как он играет, уже показывает, что он полный дил. А вот он и уже первый раз умрет. Инженеры молодцы. Сидят и не высовываются. То есть, у них больше понимания уровня сложности легендарка, чем у нашего дамагера. Далее дамагер, видите, возвращается. Но уже можно понять, что моей груши на отхил на эту группу не хватит. И, в принципе, скоро мы сольемся, несмотря на весь тот дамаг, который должны мы показать. Во всяком случае, два инженера, три турели, два дрона. Зависим на длину и завидится. Уже один упал. А мобики продолжают тискать. Итак, смотрим, что же будет дальше. Мы видим, что дело плохо. Начался артиллерийский обстрел. Вот кто-то писал, а зачем нужны коленки Суэра, дамагер? Ну, вот они затем и нужны, чтобы не ползать рачком. Во всяком случае, уже количество игроков, которые потеряли сознание и поползали, у нас увеличивается с автоматической прогрессией. Ну, извините, но легендарку я сам не вытяну. Хотя я пытаюсь уже поднимать, вместо того, чтобы стрелять. Я говорю, дамагер, я должен стрелять. Ну, я выполняю роль медицинского работника. Скорее всего, сейчас все закончится. С прилетом очередного снаряда. Ну, вот и все. Вот и вся легендарка. Требуется медицинская помощь. Агент выбыл из строя. Вот. Вот такая рандомная группа. Все-таки играть с рандомами иногда весьма-весьма тяжело. Другое дело, это героизм. И давайте протестируем этот билд там. Как вы помните, на героизме вы можете делать все, что хотите. Прятаться, бегать, прыгать, танцевать. Ну, вот мы возьмем щит. Ну, потому что сейчас будем атаковать. Нас уже не пугает, собственно говоря, подобная сложность. Ну, вот. И мы будем сейчас нагло штурмовать наших мобиков. Генри говорит о больных зеленой отравой, которые идут из комплексов САКЗ. Чтобы там не творилось, нужно срочно это прекратить. Весело перелезаем через автобус. Вбросаем нашу веселую грушу на отхил. И начинаем расстрел мобиков. Как всегда, так по-наглому, весело, как и должен действовать боевик. И заметьте, что щит при такой сборке у нас как раз имеет максимальное значение и максимальную защиту. Потому что шесть желтых батареек нам дают максимальную прочность щита. Я так понимаю, что уже многим все стало понятно. Кроме того, мы еще, используя специальность механика, быстро уничтожаем всю технику. А это собачки, это, в принципе, роботы, которые здесь бегают на героизме. И вот видите, эффективность этой сборки. То есть практически сопротивления абсолютно нет. Дальше, ну вот видите, мы потратили всего, сколько, 14 ремонтных зарядов. Мы забираем грушу и бежим вовнутрь. Замечен рабочий терминал. Ну, как вы поняли, то есть при подобной сборке на героизме вы творите чудеса. Ну и плюс еще лечите всю свою команду. Бросаем эту грушу. Красные модуки, там бронированные ветераны, все они разлетаются в пух и прах. Напомню, что в этой штурмовой винтовке, конденсатор, имеется талант, который называется урон брони. И все время, в принципе, от каждого выстрела мы получаем дополнительный дамаг. Ну, по-моему, все ясно. На сегодня мы закончим нашу передачу. Вам интересно? Подписывайтесь на канал и получайте секретные знания работы игровых механик из игры Дивизия 2, которые помогут вам в дальнейшем играть комфортно и получать интеллектуальное удовольствие от решения трудных загадок. До новых встреч! Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...